Всероссийская научно-практическая конференция «Феноменология развития и бытия личности» Приурочена к 30-летию кафедры психологии развития личности МПГУ и 25-летию журнала развития личности Это мероприятие неразрывно связано с именем заслуженного деятеля науки Российской Федерации Академика Российской Академии образования, доктора психологических наук и почетного профессора МПГУ Валерия Сергеевна Мусина Именно она руководит кафедрой с 1988 года и является основателем журнала Треть века и четверть века – это уже, так сказать, действительно периоды, которые требуют внимательного изучения и уважения Ну а если вспомнить только легоскоп разнообразных событий, которые вместили вот эти треть века и четверть века То станет понятно, что в общем-то и кафедра, и журнал не просто спокойно существовали и почевали на лаврах Они фактически, я бы сказал, без преувеличения прошли испытания и мечом, и огнем, и методами-трубами Потому что, все мы знаем, времена были далеко нелегкими И, собственно говоря, кафедра в эти нелегкие времена не просто сохранила тот научный выдающийся потенциал, которым она обладала, но и приумножила его И на сегодняшний день она активно работает, отвечая на те вызовы времени, которые перед ней стоят Так решают вместе со всей страной две такие очень важные современные задачи Первая – это качественная подготовка психологов, научные и практические направленности, которые способны решать разнообразные задачи А мы с вами видим по разнообразным событиям и, так сказать, позитивного характера и негативного характера Что роль психологии на наших глазах постоянно растает Вторая важная задача, которая, в общем-то, тоже является общегосударственной Это мобилизация внутриличностных и духовных ресурсов для продуктивной реализации человеческого потенциала каждого гражданина России Мы знаем, что именно человеческому потенциалу, человеческому капиталу сейчас во всем мире придается первостепенное значение Когда речь идет о развитии страны и развитии человеческого общества в целом От лица руководства университета, ректора университета, от себя лично От всего сердца поздравляю Валерию Сергеевну, созданный ею журнал и кафедру со славными юбилеями Желаем успешного, долгого и славного пути Во славу нашей великой Родины, во славу российской науки, во славу нашего университета Теория самосознания, диагностика и коррекция негативных проявлений в развитии человека Проблема развития личности, этнопсихологические исследования Организация психологической помощи пострадавшим от природных и техногенных катастроф Психологическая реабилитация лиц в местах лишения свободы Это далеко не полный перечень научных интересов Валерии Сергеевны и ее учеников Картера меняла очень много слов, названий, но в конце концов мы договорились вот до такого вот предела Действительно ничего важнее нет в науке психологии, чем этот феномен, который называется личность Надо сказать, что не в каждой культуре есть это понятие Духовники, философы духовные очень много рассуждали о личности, но в плане духовности Вот движение к высотам, там, где человеческая душа с Божьей, с Богом общается, с Божьейственными идеями, состояниями В психологию это понятие много позже пришло В Советском Союзе, я из Советского Союза, что мы называем Прогласили себя в этом году и я очень много чего увидела и прочувствовала И я хочу сказать, что когда я начала входить в психологию, это уже были после 50-х годов Ну, в 65-м году, в 30 лет я изучала кандидатскую диссертацию по психологии Потому что я вообще училась в ВМКГУ Мини-Ленина на биофаке Потрясающий факультет, который дает очень многие глубокие знания о эволюции человека Это самые лучшие вообще формы проживания жизни Когда ты себя брел в своей деятельности Поэтому, молодежи, я желаю, обязательно найдите себя Идите туда, где вам хорошо, где вы готовы давать все свое время Где вы придаете себя, где вы возвращаете сами себя Это очень важно Вот наша кафедра Я просто скажу, по списку у нас здесь 60 человек На ту пору, когда началась новая Россия Очень много кафедр, факультетов, университетов открывалось в стране И 14 человек с кафедры ушли в другие места 29 человек у нас защитилось в докторские кандидатские Из них 21 кандидат с кафедры и 8 докторов Круто за 30 лет Это хороший результат, правда? Это не показатель, говорят, об интенсивной работе кафедры О желании того, чтобы люди осуществляли свой личный спирост на кафедре Я хочу поздравить членов нашей кафедры, что вы сегодня здесь соберетесь Спасибо Создание кафедры было обусловлено необходимостью образовательного процесса и научной практикой Спустя 10 лет, в апреле 1998 года, кафедра педагогической психологии была переименована уже в кафедру психологии развития А уже непосредственно в этот год кафедра дополняет свое название и теперь есть наше название кафедра психологии развития личности На кафедре уже много лет существует традиция приглашать известных ученых для преподавания своих авторских курсов, спецкурсов Потенциал кафедры постоянно растет и развивается И это проявляется не только в профессиональном, но и в личностном развитии сотрудников Изначально на кафедре осуществляется исследование, посвященное проблеме развития личности в взрослом социокультурном аспекте Эта проблема находит свое отражение не только в научных идеях возрастной психологии, но и в учебном процессе В 80-е годы 20-го века прошли научные экспедиции на Командоры, Чукотку, Камчатку И обобщение результатов этих исследований дали основания ввести ряд таких понятий, как Этническое самосознание, этнически идентичных малых народностей и так далее Кроме того, разрабатывались программы поддержки для многонаселения Севера и Дальнего Востока В главе с Валентой Сергеевной сотрудниковой кафедры были реализованы проекты по осуществлению психологической работы с населением В условиях экстремальных природных и техногенных и социогенных катастроф Это касание психологической помощи пострадавшим от спидатского землетрясения в Армении Затем это программа «Дети Чернобыля» Также это касание психологической помощи и поддержки подросткам пострадавшим при терапии в Буденовске в 1995 году Также это касание психологической помощи детям и подросткам, а также психологам и социальным работникам в области Каспазии в Северной Осетии Надо сказать, что полученные результаты постоянно проходят апробацию в практике психологической работы с учащимися И опять-таки обобщение этих результатов дало возможность не только для создания новых образовательных программ, но и для открытия научных образовательных центров Когда началась «Новая Россия», многое было позволено, и Валерия Сергеевна, имея возможности и замысел, решила основать журнал Журнал предназначен для духовной элиты, профессионалов науки и практики Для тех, кто готов взять на себя ответственность за воспитание и развитие личности Изначальной позиции редакции журнала является понимание личности через диалектическое единство внешних условий и внутренних позиций человека, вникающих в процессе антибиотики В научном мире за журналом развития личности прочно закрепилась репутация серьезного высокопрофессионального издания по проблемам психологии личности Основной выгодитель журнала в этой выявлении на программах – это был цветок с шестью лепестками Что говорит о многогранности развития личности На другой стороне лепестки несколько смещены от своей центральной оси Что говорит о неоднородном развитии личности Мы можем развиваться как позитивной, так и негативной способом Эта неоднородность асиментрия развития может приводить к распаду, к улучшению личности и погружению неудержен, а может приводить к поиску своего жизненного пути и к своему акме, к развитию своего личностного потенциала Что в конечном счете будет зависеть от внутренней позиции самого человека Тематическое изображение человечков, которые поднимают руки вверх, держа на них трапу Что, в общем-то, возможно, сразу становится понятно Руки вверх – это свобода, стремление к развитию, самосозидание, свобода, самовоплощение Радуга – символ личности Ну и еще очень часто многие видят в этом глаз Да, и у нас же надо понимать, что это не три отдельных человечка А это прорастающая из самой себя личность Психология личности – это особая психология Психология, для разработки которой надо самому быть личностью А быть личностью – это значит пройти какой-то путь Это значит ошибаться, падать, вставать, страдать и так далее И вот кафедра, которую мы сегодня поздравляем Это кафедра людей, которые отвечают за свои слова Которые говорят не просто информации, компетенции Всякие другие вещи, которые переходятся в современном министерстве А за каждым словом есть некоторая проверка этого слова Есть некое право говорить это И в этом плане вот, как сказать, жизнедеятельность болель всех дневных Она является таким образцом АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ